Так, меня зовут Вадим, я живу в пригороде Хьюстона 4 года, сам родом из Башкирии, во мне понамешана куча различных национальностей, верующий я всего-навсего 4 года, не так уж и много, но когда я поверил, когда я признал авторитет Бога, что оказывается не люди решают, как им жить, а все-таки есть какой-то высший разум, который устанавливает порядки в этой вселенной, для меня это было просто очень, очень большим таким духовным вдохновением, и я просто вот, когда Библию читал, сначала ничего не понимал, но потом просто вот настолько мне было прям интересно, настолько как бы это, что в течение двух лет я достаточно так глубоко ее поизучал, имел возможность, ну и изучаю до сих пор каждый день, то есть каждый раз, каждый раз нахожу постоянно что-то новое, новое и так далее, я не отношусь ни к какой динаминации там или еще чего-то такое, потому что как бы я считаю, что Бог у всех христиан один, Христос один, и самое главное, что первое послание Хоринфянам, оно предупреждает нас от того, чтобы мы делились вообще как-то, а то, что нету беспроблемных церквей, ну это как бы не новость, я думаю, ни для кого есть верующая, и, кстати говоря, моя позиция в любой церкви такая, что раз беспроблемных церквей нет, это означает очень хорошо, что у нас есть где послужить в любой из церквей, где помочь. Елена, давайте вы продолжите, как наш старый участник группы. Приветствую вас всех, меня зовут Елена, я из России, Майкоп, это республика Акукей, это Северный Кавказ. За гостом он уже 14 лет, вот у первого локация, тоже вот разделяю позицию Вадима, не отношу лично сама себя ни к какой динаминации, но покаялась и родилась я духовно в Аппийской церкви, в нашей больнице в Аппийской церкви, и являюсь членом Аппийской церкви, и служу там. Тоже влюблена в Слово Божье, и в третий год живу, и изучая откровения. Все больше, кроме церкви, у меня ничего, шутка, логиня, ну вот это вот так вот. Жду каждый раз эти средства, чтобы пообщаться, постричаться, что-то записать интересное для себя, что-то приправить свой багаж о откровении, о символах, которые Академ нам преподают. Слава Божье за такого брата. Это все в принципе. Спасибо. Давайте, Нина, с вас продолжим. Я из Украины, Днепропетровска, 8 лет я ходила в Аппийскую церковь, и потом вышла замуж за харизмата и переехала в другой город. И мне немножечко здесь сложновато, в харизматической церкви. Я тут скиталась, скиталась по группам, никак не могу определиться. И тут ко мне пришла гениальная идея посмотреть, может быть, что-то есть в интернете. И больше всего, что я нашла, я нашла вас и написала вам вот так. Здорово. А как вы нашли это? На Ютьюбе или где? Я задавала поиск группы по изучению Библии. И первое, что мне выходило, то есть там тоже несколько было, это именно были вы, на Ютьюбе, да. Там я смотрела, как вы разбираете откровения, потом как вас мучили, был вопрос у Папы Римского. Вот. И я подумала, если вы мне откликнетесь, значит, может быть, это какое-то Божье провидение. Ну, дай Богу будем надеяться. Хорошо, ладно, Андрей. И как брата зовут? Ой, не слышно. Говорите ближе. Кирилл. Кирилл, ага. Мы из Казахстана, город Петропавловск. Вот здесь тема, вот. Один? Один год назад. Да, вот сейчас, ровно год назад мы пост приняли с этот дневник. Вот, члены его под конец буквально сам. Там, например, в проповеднике Папаис, Алексей, он знает, как он, может, не видел. Алексей? Правда, у него, на канаву, не видел. Как фамилия? Я не помню, как фамилия, но его зовут Алексей, он проповедник в Москве, там, то на метро, там, то на вокзале. А, ну, да, есть там несколько, точно не знаю проповедников, но есть несколько таких уличных проповедников, да? Ну, это Покутила, Папаис. Какая-то, только цель. Какие-то, и все равно, и все, и все. Сейчас. Не до конца, получается, вот стараемся. Ну, и все, и ваше видео. Будет вообще не видеть, и люди, и люди, и они присоединяются. Ну, понятно. Ага. Спасибо. Да? Поближе чуть-чуть к микрофону. Буквально последний урок посмотрели, вот 10 главу вы изучали, вот, написал он. А, 10 главу вы смотрели. Да, это хорошо, что вы уже видели предыдущее видео, потому что не нужно будет слишком долго выводить в контекст. Чем отличаются наши занятия, то есть я расскажу. Вообще идеальная церковь, она существует по правилу, которое записано в Деянии Апостола, 2 глава, там 40 стихи. То есть люди верующие собираются вместе, едят вместе, пьют вместе, вместе проводят время, изучают вместе слово, как бы, и относятся друг к дружке с любовью, с молитвами к Богу, решают разные проблемы, сообщают и так далее. За это их любят как Бог, так и все остальные люди вокруг. Мы немножечко не можем вот в нашем интернете в таком контексте вот это вот все повторить, ну, по одной простой причине мы не живем рядом. То есть я не могу участвовать, например, полноценно там в жизни каждого из вас, да, то есть помогать где-то чего-то или еще что-то такое. Это вы будете делать все в своих поместных группах, там, то есть среди своих верующих, там, любой церкви, в которую вас только Бог поведет. То, что мы сделаем здесь, мы занимаемся только изучением. То есть я даже не хочу, например, в скайп-группах делать молитвенные какие-то там собрания. Ну, опять же, по одной простой причине, что мы, когда собираемся на изучение, мы каждый приходим из разного культурного контекста. То есть один из одной страны, другой из другой, один из одной динаминации, другой там из третьей или еще что-либо такое. Есть замечательная вещь, которая способна объединить всех христиан в мир и любых стран, это Библия. То есть то, чем мы занимаемся здесь вот на этих занятиях, мы изучаем Библию. Я стараюсь до последнего не использовать какие-либо сторонние материалы, то есть сторонние толкования, сторонние какие-то еще дополнительные книжки. Ну, то есть есть околобиблейские материалы, есть различные исторические, еще что-то есть, энциклопедии, справочники, которыми мы пользуемся. Но, опять же, с опаской, то есть, потому что не всегда бывает такое, что прям в каком-то словаре или в энциклопедии тебе дается абсолютно точное описание чего-то. То есть я уже по своему собственному изучению, например, могу сказать, что, скажем, в Википедии, ну, очень много написано, к сожалению, с ошибками. То есть там очень много, конечно, и хорошего написано, но, тем не менее, когда уже знаешь из Библии четко, что это вот это вот так, а это вот это, еще отличается подход чем? То есть всего существует два метода изучения, в принципе, любой информации, да? То есть мы изучаем Библию, Библия – Божье Слово, Слово, в принципе, это информация, это какое-либо, какие-либо знания, система знаний. Существует индуктивный метод изучения информации и дедуктивный метод изучения информации. Индуктивный – это когда мы от общего представления о чем-то погружаемся в частные детали, из этих частных, под частные и так далее. То есть такое древообразное изучение. То есть мы наблюдаем общую картинку, потом поглубже в каждую из глав, потом каждую главу разбиваем на параграфы и так далее. Ну и есть еще различные своеобразные, там, не методики, а, как сказать, способы изучения Библии. Разбивать по ключевым словам, находить ключевые слова, темы давать главам и так далее. То есть это индуктивный метод. Есть дедуктивный. Дедукцию очень хорошо разрекламировал Конан Дольфио на Шерлоке Холмсе. Это когда мы от частностей восстанавливаем общую картинку. То есть мы наблюдаем частности, наблюдаем какие-то моменты, которые Библия нам говорит в этой главе, в этой, в этой, в этой. И пытаемся построить совокупность, то есть собрать вот эту вот всю мозаику воедино для того, чтобы построить общую картинку той или иной книги или же всей Библии даже в целом. То, как мы занимаемся на скайп-группах, ну, наверное, это объединение обоих методов. То есть мы периодически и так, и эдак используем. Дело в том, что вот сейчас мы, например, проходим книгу Откровений. Не секрет, что книга Откровений – это, ну, пожалуй, одна из самых сложных книг, как и все пророческие книги. Они все очень сложные, они все написаны своеобразным языком, в том числе и книга Откровений. Книга Откровений осложняется еще тем, что нету никакого исторического какого-либо контекста, там, сбывшегося или еще что-то. То есть это пророчество о будущем. Если другие пророческие книги мы можем заглянуть в историю и посмотреть, как они там где-то раскрывались, запывались и так далее, то в книге Откровений у нас даже этого нет. Поэтому приходится оперировать исключительно разбором образов, разбором каких-то слов и так далее. Дело в том, что пророческие книги, все практически пророческие книги, они написаны необычным языком. Они написаны символьным, образным языком, то есть языком иносказательным. Очень много, что приходится разбирать по всей Библии, искать аналогичные места, схожие для того, чтобы просто понять, что символизирует тот или иной образ. То есть даже вот, например, если вы возьмете, откроете там первую главу книги Откровений, там говорится об Иисусе Христе, который приходит в таком необычном очень образе, да, то есть у него там и волосы белые, как снег, там и меч исходит, там и зуст, там и семь каких-то светильников. Я специально напечатал, сейчас попробую показать, картинку, которую попытались нарисовать по первой главе, то есть как бы это могло выглядеть реально. То есть вот сидит такой похожий на человека, у него огненьщее, да, то есть такой вот... Вадим, а если вас не видно, что делать? Если меня не видно, тогда вы потом можете посмотреть в камеру, я вот в камеру тоже покажу, потому что я записываю каждый урок на камеру, если кто-то пропускает, он может посмотреть потом. Вот. Ну и в камере там High Definition, там все-таки хорошее качество, то есть вот этот рисунок будет хорошо видно. Но я вам так кратко просто объясню. Вы наверняка таких картинок очень много видели в любой церкви, когда вы заходите в какую-нибудь католическую, православную церковь, или смотрите различные картины, иконы, то, как правило, вы увидите подобные картинки. Вот. Ну то есть они выглядят очень так интересно, но в то же время мы понимаем, что буквальную картинку нарисовать просто-напросто невозможно, да и не нужно, потому что это язык образов, это язык символов, и лучше разобрать символы, тогда мы понимаем суть и смысл. Вообще то, для чего мы изучаем книгу Откровения, то есть мы не пытаемся, ну что-то такое, знаете, какие-то загадки там разгадать или еще что-то, чтобы получить какие-то тайные знания, которые нас спасут. Нас это не спасает, не продвигает духовно совершенно никак. Вот. Это нам просто-напросто открывает общую картинку того, что должно происходить. То есть рисует такой сценарий, который должен нас ободрить на христианскую жизнь, потому что мы знаем, что рано или поздно, несмотря на все то зло, несмотря на все то ложь, которая происходит в мире, правда, она победит. То есть будет организовано царство правды, царство истины. Мы понимаем, что Иисус Христос, тот, которого мы называем нашим Господином, Господом, Царем, Президентом, как угодно, да, тот, которому мы подчиняемся, это Божье Слово. Это не просто мужчина, распятый 2000 лет назад, это Божье Слово, которое является собой идеальный разум, который, по идее, должен быть в каждом из нас. То есть мы должны бороться, стараться всячески приобрести вот этот вот ум Христов. То есть это и есть наше духовное развитие. То есть тот Дух, например, Дух Христа, о котором столько говорит Святой Дух нам и так далее, то есть это, опять же, Дух Истины, Дух Правды, тот Дух, который должен жить в нас. То есть это наша конечная точка, точка нашего конечного пребывания, который в ней откровение говорит о том, что наступит такое, что все и во всем будет Бог. То есть полное такое единение, полное слияние с истиной. Хорошо. Теперь еще один момент касаемо занятий. То есть мы все, когда мы разбираем образные какие-то слова или еще что-либо, пророческие книги, самое первое, куда мы смотрим, это мы смотрим контекст непосредственно той главы, которую мы изучаем. То есть если мы не понимаем какой-либо образ, мы смотрим, раскрывается он в этой главе или нет. В том случае, если он не раскрывается, то мы переходим в контекст книги. То есть если мы изучаем, например, книгу Откровения, мы смотрим, раскрывается этот образ в самой книге Откровения. В том случае, если это дает нам какое-либо толкование, то мы на этом останавливаемся. Если же толкования нет, тогда мы смотрим контекст Библии и смотрим по всем книгам Библии. И только в самую последнюю очередь мы начинаем фантазировать сами, что это может означать Мы начинаем подключать различных сторонних толкователей, различные справочники, интернет и так далее Размышления других братьев-христиан Дело в том, что, исходя по моему опыту Далеко не все образы мы можем из наших 66 книг Библии четко, совершенно истолковать Некоторые не поддаются, не знаешь просто, что значит, непонятно Я стараюсь на этих занятиях, чтобы каждый высказал по таким образом точку зрения Мы все послушали, кто-то согласился, кто-то не согласился с тем или иным вариантом толкования Окончательную правду мы пока не знаем То есть вот это как бы финальное решение То есть если что-то не написано в Библии, тогда мы можем на эту тему рассуждать Но как бы там гарантированно говорить, что вот это вот так и никак иначе То есть мы не можем просто-напросто, нет у нас такого авторитета Если же что-то четко, совершенно толкуется в Библии Тогда правильный, хороший такой христианин, что он делает? Он отбрасывает свою точку зрения и принимает библейскую То есть в этом заключается, собственно, наше следование Христу, Божьему Слову Ну хорошо, готовы? Приступим к 11 главе? Да Да, ну слава Богу Итак, давайте мы прочитаем Я прочитаю 11 главу То есть мы раньше читали по очереди, но, к сожалению, это очень плохо слышно Потом оказывается на видеозаписях Поэтому давайте я прочитаю Потому что меня в камеру будет слышно лучше всего И потом мы будем потихонечку разбирать То есть сначала мы наблюдаем вот такую общую картинку 11 главы Если вы читали предыдущие главы, это только поможет Итак И дана мне трость, подобная жезлу И сказано Встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем А внешний двор храма исключи, и не измеряй его, ибо он дан язычникам Они будут попирать святый город 42 месяца И дам двум свидетелям моим И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вретище Это суть две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их Если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их И имеют власть над водами превращать их в кровь И поражать землю всякую язву, когда только захотят И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними И победит их, и убьет их, и трупы их оставят на улице великого города Который духовно называется Содом и Египет Где и Господь наш распят И многие из народов и колен, и языков, и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиной И не позволят положить трупы их во гробы И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу Потому что два пророка сии мучили живущих на земле Но после трех дней с половиной вошел в них дух жизни от Бога И они оба встали на ноги свои И великий страх напал на тех, которые смотрели на них И услышали с неба громкий голос, говоривший им «Взойдите сюда!» И они взошли на небо в облаке и смотрели на них враги их И в тот же час произошло великое землетрясение И десятая часть города пала И погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих И прочие объяты были страхом и воздали славу Богу Небесному Второе горе прошло, вот идет скоро третье горе И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его И будет царствовать во веки веков» И двадцать четыре старца, сидящие перед Богом на престолах своих Пали на лица свои и поклонились Богу, говоря «Благодарим тебя, Господи Божий Вседержитель, который есть и был и грядешь, Что ты принял силу твою великую и воцарился» «И рассверепели язычники, и пришел гнев твой, и время судить мертвых И дать возмездие рабам твоим пророкам и святым, и боящимся имени твоего Малым и великим, и погубить губивших землю И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его И произошли молнии, и голоса, и громы, и землетрясения, и великий град» Вот такая вот у нас одиннадцатая глава Одиннадцатая глава, как вы заметили, она преизобилует просто-напросто различными образами Вот, если мы будем пытаться рисовать буквальную картинку, у нас, скорее всего, ничего не получится Либо нечто, как вот в этой картинке получится, что-то такое страшное, непонятное Давайте мы пойдем теперь по стихам Самый первый стих «И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано, встань и измерь храм Божий, и жертвенник, и поклоняющихся в нем» То есть три объекта, которые с помощью вот этой трости Иоанн должен измерить Первый объект – храм, второй – жертвенник, и третий – поклоняющийся внутри Внутри чего? Внутри храма «А внешний двор храма, говорят Иоанну, да? Исключи, и не измеряй, ибо он дан язычникам, они будут попирать святый город 42 месяца» Скажите, пожалуйста, из второго стиха вы видите, что внешний двор храма и святый город – это одно и то же? Внешний двор храма, получается, он относится к этому святому городу К Иерусалиму, да Да, к Иерусалиму Если мы, то есть нам здесь нужна картинка древнего города Иерусалима Если кто-нибудь из вас видел, как он выглядел Кто-нибудь видел? Сейчас я применю Макеты мы видели Да, примерные макеты, да, то есть Да, это территория, которая прилегает к самому праву Да, сейчас я так нарисую Так Видно? Да, да Да, замечательно Вот, значит, город Иерусалим Огромнейшую территорию города Просто огромнейшую занимал храм То есть, ну, я когда смотрел на макетах, наверное, это четверть города как минимум, если не треть То есть, очень был вот этот вот внешний двор храма очень большой Сам храм поменьше Внутри храма находится скинье собрание То есть, вот такое вот устройство Внешний двор храма, говорит, исключить То есть, язычники будут попирать весь святой город вместе со внешним двором храма 42 месяца Если вы посмотрите 42 месяца, это 3,5 года, да То есть, вот эту вот цифру 3,5 года будем держать в уме, потому что она у нас встречается очень часто на страницах писания Попирать слово в греческом подсрочнике более, мне кажется, хорошо звучит топтать То есть, не просто попирать, а топтать, ходить там То есть, понимаете, да? 3,5 года язычники будут попирать этот внешний двор храма Что может это символизировать? Та часть, в которой, по идее, должны были поклоняться Богу То есть, вот этот вот внешний двор храма, он же тоже святое место, да? Очень большая часть, она будет отдана во власть язычников Мы сейчас так немножечко размышляем о том, что символизирует как бы храм Внешний двор храма То есть, у нас есть два варианта Первый вариант, мы начинаем понимать это буквально То есть, в Израиле, в городе Иерусалим Будет построен храм Такой же, как было раньше, да? У него будет внешний двор, вот такой большой Придут туда язычники и будут его попирать Это первый вариант Второй вариант Если мы будем пытаться толковать слово храм образно То есть, храм, это в первую очередь мы, верующие люди, да? Очень большая часть этого храма будет попираться и топтаться язычниками, да? То есть, фактически отпадет, мягко говоря, да? Ну, либо будет под властью языческих каких-то различных доктрин Но, тем не менее, будет определенный остаток внутри храма Которые будут поклоняться именно Богу То есть, поклоняющиеся И которые будут жертвенникам еще будет действовать То есть, они будут приносить жертвы Богу Если мы думаем буквально, то получается, должны приносить жертвы То есть, тельцов, барашков, хлебные приношения То есть, те, которые существовались раньше Если это духовные какие-то жертвы То, соответственно, что-то речь идет о другом То есть, вот у нас две версии Мы не будем пока что ту или иную брать за абсолютную истину Главное то, что сейчас у нас часть большая храма будет попираться язычниками Три с половиной года Третий стих И дам двум свидетелям моим И они будут пророчествовать 1260 дней, будучи обличены во вредище Еврейский календарный год Он не 365 дней, он 360 дней Если вы разделите 1260 на 360 Вы получите те же самые три с половиной года То есть, это аналогично абсолютно период Получается, эти свидетели В какой момент они будут пророчествовать? В тот же момент До седьмой трубы До седьмой трубы Вот давайте пока только по 11 главе Это совпадает с тем же То есть, будут ли они пророчествовать среди язычников Которые попирают внешний двор храма? Вот у меня Вот вопрос Ну, не знаю, наверное, связано это все-таки со служением в храме И в этом городе Но в любом случае, по крайней мере, в этом святом городе Иерусалиме То есть, происходят события пророческие В святом городе Иерусалиме Потому что мы знаем, что потом они будут убиты в этом городе Да? Да То есть, они пророчествуют, скорее всего Ну, то, что я вижу из этой 11 главы Они пророчествуют для вот этих вот самых язычников Которые топчут внешний двор храма Тот же самый срок Тот же самый То же самое местоположение Вот И самое главное, что их никто не слушает Если их никто не слушает Соответственно, это язычники Это те, которые так и не обратятся к Богу Будучи обличены во вретище Вретище – это мешковина, такая вот одежда Символизирует она всегда Смирение и скорбь Да? То есть, всегда, когда пророк одевался во вретище Они еще иногда посыпали себе голову пеплом Это означало то, что они смиряются, раскаиваются и скорбят И просят Бога о спасении То есть, мы здесь видим двух каких-то свидетелей Что это за свидетель? Мы сейчас будем думать, размышлять И смотрите, четвертый стих Это суть – две маслины и два светильника, стоящие перед Богом земли То есть, вот таким вот образом Маслина, вы знаете, да, что такое маслина? Как оливка такая Из которой масло выжимают оливковое Оливковое масло – это в Библии называется словом «елей» Две маслины и два светильника Светильники раньше заправляли этим самым елеем Для того, чтобы… ну, оно горит То есть, это масло, оно горит Просто, напросто, это топливо для светильников Для того, чтобы немножечко понять Что это за светильники Нам нужно будет параллельную ссылку взять Давайте мы заглянем Ветхий завет Книга Захарии, четвертая глава Вся четвертая глава, в принципе, об этом говорит Поэтому давайте я эту четвертую главу, опять же, сам прочитаю Ангел общается с Захарией, да, и видение такое Возвратился тот ангел, который говорил со мной И пробудил меня, как пробуждают человека от сна его И сказал мне «Что ты видишь?» И отвечал я «Вижу, вот, светильник, весь из золота И чашечка для елея наверху его И семь лампад на нем И по семи трубочек у лампад, которые наверху его И две маслины на нем Видите, да, маслины вот эти вот Две маслины, одна с правой стороны чашечки Другая с левой стороны ее И отвечал я И сказал ангелу, говорившему со мной «Что это, господин мой?» Заметьте, здесь Захария задает ангелу вопрос Относительно всего видения Относительно всего этого светильника И ангел, говоривший со мной, отвечал и сказал мне «Ты не знаешь, что это?» И сказал я «Не знаю, господин мой» Тогда отвечал он и сказал мне так «Это слово Господа к зарывавелю» То есть, весь этот, вся вот эта вот картинка Вот этого светильника Я его вот так вот вам нарисовал То есть, это еврейский символ Здесь изображен минорой То есть, один из очень известных символов в иудаизме Светильник Семисвечник То есть, семь свечек Внутрь него заливается Вот я здесь черным закрасил Это масло елей То есть, елей он горит И вот получается такая вот свечка Здесь вот две маслины И по идее, с этих маслин Должен вот этот елей капать сюда То есть, вот примерно такая вот картинка И этот елей заполняет эти трубочки? Этот елей заполняет трубочки И трубочки горят, да Получается, как бы он источник, да, вот этого топлива? Он источник топлива, да То есть, вот эти вот две маслины А где чашечка для масла? Чуть не могу Вот здесь, вот чашечка для масла А, вот эти? Их всего семь штук, этих чашечек То есть, если вы можете Можете более детально посмотреть Об устройстве вот этого светильника Который должен стоять в скине Это книга Исход 25 глава С 31 по 40 стих Мы сейчас не будем туда возвращаться Вы это можете дома посмотреть Там Бог говорит Моисею О том, как должен быть устроен Вот этот вот самый светильник И где он должен находиться То есть, речь идет об одном и том же светильнике Если мы вернемся В книге Откровений в первую главу То мы знаем о том, что у Иисуса Христа Там тоже семь светильников Заметьте Здесь семь, там семь светильников Семь свечек И вот они горят таким огнем Вот эти вот такие Огни пламени, да? Но опять же Это все символика, да? То есть, это у нас В первой главе мы понимаем Что семь светильников Это суть Семь церквей И то, что мы видим В этой вот В этой вот миноре Что отражает Это минор То есть Это суть церковь То, что заполняет нас Внутри елей Елей Это в Библии Является символом Духа Святого Когда мы говорим Например, Иисус Христос Помазанник, да? То есть Помазанник не просто Там Оливковым маслом А помазанник В первую очередь Духом Святым Помазанник на что? Помазанник на Царство То есть Понятное дело, что сейчас Во многих Деноминациях Из-за того, что Воспринимают Все эти слова буквально То есть Мы буквально там Мажем себя Немножечко Оливковым маслом И так далее Но Мы должны понимать Духовную суть этого То есть Елей символизирует Духа Святого Вот что мы должны Не угошать в себе Это тот Дух Святой Который дает нам Гореть Как светильнику Над нашими головами Как бы такие языки Пламени должны быть Мы должны быть Вот частью Вот этого светильника Число 7 Это символ Опять же Это не говорится о том Что вот есть 7 каких-то церквей И все других нет 7 это полнота Символ полноты Если вы посмотрите Например Почему 3,5 года везде Почему не 7 лет Потому что 3,5 Это половина От полноты Вообще Число 7 Оно пошло еще С первых глав книги Бытия И опять же Это символизирует Собой Весь Божий цикл 7 дней творения Все то Что Бог Как бы сделал То есть Вот Весь его план Он заключен Там в 7 днях Опять же 7 дней не по нашему Календарному месяцу Хотя Есть разные Конечно же Толкования Но я понимаю Это как Опять же Как Божий цикл Как Божьи дни И вот этот Последний день Седьмой Он еще до сих пор Не наступил То есть День покоя В котором Мы как бы Сможем успокоиться Войти в этот покой Но опять же Мы пока Не касаемся Давайте Толкования Потому что Дело такое Вадим Как я понимаю Так это вот Два этих пророка Это две маслины Из них выходит Слово Да Из них выходит Елей Да Он выполняет Язычникам Во внешнем дворе Это вот Масло Вот это Елей Это слово Да Они источники Елея То есть Они маслины Из маслины Нажимают Елей Они источники Елея Для Вот Функционирования Вот этой вот Системы Под названием Подсвечник То есть Мы пока Вот это Смотрим Да Давайте Вот чуть-чуть Дальше Еще прочитаем Захарию Четвертую главу Потому что Там еще есть Интересный Один момент Итак Он отвечал Мне сказал Это слово Господа К Зарвавелю Выражающее Не воинством И не силую Но духом Моим То есть Дух Вот этот Елей Он выражает Он светит Вот этим Вот огнем Понимаете Да То есть Вот это И есть Выражение Бога Как Бог Светит В миру Кто ты Великая Гора Перед Зарвавелем Ты равнина И вынесет Он Краеугольный Камень При шумных Восклицаниях Благодать Благодать На нем И было Ко мне Слово Господне Руки Зарвавеля Положили Основание Дому сему Его руки Мы сейчас Не будем Разбирать Книгу Зарахария Там тоже Очень много Интересных Моментов Но как бы Нас сейчас Интересуют Маслины Его руки Окончат И узнают Что Господь Саваоф Послал Меня к вам Ибо кто Можешь считать День сей Маловажным Когда радостно Смотрят На строительный Отвес В руках Зарвавеля Те семь Это Очи Господа Которые Объемлет Взором Всю землю Вот эти семь Очи Господа И сказал ему Что значит Те две маслины С правой стороны Светильника И с левой стороны Его Вторично Стал я говорить И сказал ему Что значит Две масличные ветви Которые Через две Золотые трубочки Изливают Из себя Золото Видите Теперь Еще один Интересный момент То есть Сейчас Вот этот Вот елей Он выходит В образе Золота То есть Вот эти масличные Они золото Как будто бы Изливают То есть Мы понимаем Что Золото Просто так Не изольешь То есть Навряд ли Опять же Речь идет О буквальном Каком-то толковании Но для нас Смысл Бажен Драгоценность Да То есть Это то Что действительно Драгоценность Весь Этот подсвечник Весь Абсолютно Он был Бог сказал Моисею Сделай его Из чистейшего золота То есть Нужно было взять Сорок Там с лишним Килограмм Этого золота И сделать Как бы Вот такой Подсвечник И поставить Его В скинье Собрание Для того Чтобы он Светил Всем В этой скинье То есть Все те люди Которые приходят К Богу Они должны Видеть свет Вот от этого Светильника Они должны Видеть свет Вот от нас Понимаете А то золото Ну скажем Ну скажем так Людях Пока Хорошо Возвращаемся В 11 главу Возвращаемся В 11 главу И смотрим Что еще Нам рассказывает Писание Об этих Вот двух Помазанных Об этих Вот двух Маслинах Смотрите 5 и 6 глава Очень интересно Если кто захочет Их обидеть То огонь Выйдет из уст И пожрет Врагов Их Если кто захочет Их обидеть Тому надлежит Быть убиту Они имеют Власть Затворить небо Чтобы не шел Дождь на землю В одни пророчества И имеют Власть Над водами Превращать их В кровь И поражать землю Всякую язву Когда только захотят Видим Мы здесь 5 5 определенных Качественных Характеристик Качественных Характеристик Вот этих Вот двух Людей То есть Они Если кто-то Хочет их обидеть Пожирает Врагов Их Огонь Они будут Убиты Пытающиеся Их обидеть Они могут Затворить Землю Затворить Небо Чтобы не шел Дождь Они могут Превратить Воду В кровь И Поразить Язвы Все Эти 5 5 Характеристик Мы встречаем В Ветхом Завете По отношению К двум Очень-очень Известным Личностям Ветхого Завета А именно Моисей И Илья Моисей и Илья Моисей Если кто-то Захотел Обидеть Моисея Вместе С его Народом Он был Убит Мы знаем Эту историю Исход Как Все войско Фраунов Было Убито Так же Моисей Он имел Возможность Казни Шестая Казнь Это у нас Наказание Язвой То что Опять же Мог Моисей Делать Илья Он Низводил Огонь И огонь Пожирал Врагов Это у нас Четвертая Книга Царств Первая Давайте я Сейчас Быстренько И прочитаю Так что Немножечко Освежить Кто читал Вообще Ветхий Завет Вы читали? Читали Отлично Итак Ветхий Завет Ветхий Завет Книгу Бытия Книгу Бытия Но она интересная Она самая первая Да Да Очень сложный Ветхий Завет То есть Ну действительно Во-первых Он написан Очень древним языком Опять же Используют Целую кучу образов И как бы Нужно Быть в контексте Всей вот этой Вот еврейской культуры Того времени Для того Чтобы понимать Вообще о чем речь Мы немножечко Так разбираем Это На уроках Как нибудь Обязательно будем Ветхий Завет Тоже изучать Итак Четвертая Книга Царств Первая глава И там у нас Конкретно Вот этот Вот эпизод О том Как приходили Пытались Илью привезти Вольском Состоящем из Пятидесяти человек Чтобы он сошел Да К царю пришел И сходил огонь Сне Давайте я прочитаю Вот И послал к нему Пятидесятника С его пятидесятком И он зашел к нему Когда Илья сидел Наверху горы И сказал ему Человек Божий Царь говорит Сойди И отвечал Илья И сказал Пятидесятнику Если я человек Божий То пусть сойдет Огонь с неба И попалит тебя И твой пятидесяток И сошел огонь И сошел огонь Сне И попалил его И пятидесяток Его То есть мы здесь видим Как пожирает огонь Врагов Этого Ильи Так было дважды И третий уже Третий Командир войска Из пятидесяти человек Он уже сказал Пожалуйста Я вижу Что действительно Как бы это Но у меня такой приказ И Илья сам сошел И пошел к царю То есть вот такая вот история Это не отсюда эти пятидесятницы? Нет, не отсюда Нет Ну я думаю Это все аллегорично Не огонь сходил с неба Все-таки Это все аллегорично Да, я с этим согласен Хотя В христианском мире Очень много людей Которые не согласятся С позицией Что Ветхий Завет Это не аллегория Хорошо То есть буквально все принимают? Ну да Буквально очень просто Потому что думать не надо Вот написано Ну как бы Все И проблем нет Ну в принципе В принципе Бог не зря так Бог не зря Говорил людям притчами То есть у меня тоже Вот жена Она постоянно удивляется Она говорит Ну вот неужели нельзя было Вот взять просто Вот четко написать Вот как есть И все без всяких выдуман И Иисус у ученики спрашивает Ну почему ты говоришь Людям притчами? Почему не бы не сказать им прямо? Иисус говорит о том Что Потому что вот Они будут слышать Своими ушами И не услышат А ваши уши блаженны То есть вы подойдете Вы спросите Вы узнаете Как бы То есть Такой Божий план То есть Мы не можем ничего с этим поделать Вот Вся Библия Заставляет нас думать Размышлять И у самой же Библии Спрашивать у самого же Божьего слова Спрашивать толкование Ну в принципе это хорошо То есть размышления Это всегда хорошо Итак Также Третья книга царств Семнадцатая глава Она нам рассказывает Еще одну историю Про Илью О том Как Илья Помолился И на три с половиной года Опять же Мы видим этот период До три с половиной года Затворилось небо И не шел дождь Так Сейчас у нас Едина отключилась Я ее опять присоединю Алло Елена Елена Вы там С нами Да Ага Ну слава Богу Мы проходили Четвертую книгу царств Первую главу И третью книгу царств Семнадцатую главу О том Как Враги Ильи Были пожираны огнем И о том Как Илья молился И на три с половиной года Закрывалось Небо от дождя То есть Дождя не было То есть Вот посмотрите Вот эти вот все Пять вещей Пять качественных характеристик Которые мы видим В одиннадцатой Главе книги Откровений Мы встречаем В Ветхом Завете По отношению К Ильи И Моисею И есть еще один Очень интересный момент Почему Вот Илья и Моисей Они особенно Выделяются По сравнению Скажем С другими пророками С другими личностями Ветхого Завета Давайте откроем Евангелие от Матфея Семнадцатую главу Евангелие от Матфея Семнадцатая глава И здесь есть один Очень интересный момент Который произошел Уже во времена Иисуса То есть Ну такое чудесное явление Очень интересное Смотрите что происходит На Гефсиманской горе Семнадцатая глава По прошествии шести дней Взял Иисус Петра Иакова Иоанна Брата его И возвел их На гору Высокую Одних И преобразился Перед ними И просияло Лице его Как солнце Одежды же его Сделались белыми Как свет И вот явились И Моисей И Илья С ним беседующие При всем Петр Сказал Иисусу Господи Хорошо нам здесь быть Если хочешь Сделаем здесь Три кущи Кущи это палатки Тебе одну И Моисей Одну И Ильи Когда он еще говорил Вот облако Светло осенило Их И глаз из облака Глаголющий Сей Сын мой возлюбленный В котором Мое благоволение Его слушайте И услышав Ученики Пали На лица Свои Очень испугались Но Иисус Приступив Коснулся Их И сказал Встаньте Не бойтесь Возведя же очи Свои Они никого Не увидели Кроме одного Иисуса И когда Сходили Они с горы Иисус Запретил Им Говоря Никому Не сказывайте О всем Видении То есть То что Они видели Это было Видение И об этом Никому Не сказывайте Доколе Сын Человеческий Не воскреснет Из-за Спросили Его ученики Как же Книжники Говорят Что Ильи Надлежит Прийти Прежде Иисус Сказал Им Правда Илья Должен Прийти Прежде И устроить Все Но говорю Вам Что Илья Уже Пришел И не Узнали Его А поступили С ним Так Как Хотели Так И Сын Человеческий Пострадает От Них Тогда Ученики Поняли Что Он Говорил Им Об Иоанне Крестителя Это Суть Одной Личности Иисус Христос Сам Свидетельствует О том Что Иоанн Креститель Это И есть Илья То есть Когда Мы Смотрим На События Которые Происходят С Ильей И События Которые Происходят С Иоанном Крестителем Мы Можем Говорить Об Одной Личности И Соответственно Те Призывы Которым Призывал Илья И Которым Призывал Иоанн Креститель Скорее Всего Они Одни И Те Ж Есть Еще Несколько В Евангелиях Моментов Где Иисус Четко Говорит О том Что Иоанн Креститель И Илья Это Одно Лицо Единственная Вещь Которую Вы Найдете В Первой Главе И Иоанн Где Иоанн Креститель Сам Отрекается От Того Что Он Илья Вполне Возможно Вы На эту тему Спорили С Александром Скорее Всего Он Тогда Еще Или Сам Не Знал О том Кто Он Или Это Он Не Хотел Говорить Фарисеям Мы Так И Не Поняли Почему Но Суть Такая Моисей Илья Две Маслины Я Предлагаю Такое Толкование В Христианском Мире Есть Несколько Вариантов Толкования Кто Такие Могут Две Маслины То Я Здесь Вижу Конкретно Что Скорее Всего Речь Идет О них Потому Что Все Описания Того Какой Они Имеют Власть И так Далее О том Как Они Вместе Встречаются С ресурсом Это Для меня Это Достаточно Вполне Свидетельство Того Кто Это Такой Есть Также Мнение О том Что Это Может Моисей Аарон Ну Как Я Не Вижу К Этому Как То Вадим Да Вы Меня Слышите Да 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 Говорите Мне Кажется Не Суть Важна Кто Конкретно Имена Давать Этим Два Свидетелям По Существу То Что Они Действительно Обладали Могучеством То Что Они Являются Двумя Маслинами Вот Это Главное А Я Тоже Столкнулась Недавно Вот Это Тот Нет Не Тот Ну да И Споры И Споры Да Да Действительно То Ну Действительно Как бы Мы Видим Это Спорт Мы Видим Параллели Убеждаемся В могуществе Эти Люди Мы Видим О том Что Моисей Нужно Понимать Что Это Была За Личность И Что Он Принес Людям Он Принес Людям Закон Фактически Это Первая Конституция На Закон Который От Бога И Который Люди Должны Были Соблюдать Для Того Чтобы Им Ж Этим Людям Было Хорошо То То Прелюбодействуют Прилюбодействуют Крадут Убивают И так Дальше Они получают От Бога Проклятие И Проклятие Заключается В плохой Жизни То есть Вот Эту Истину Ее Принес Моисей То есть Она Произошла От Моисея Если Вы Откроете Евангелие 1 главу Это По Моисея Вспомнить Евангелие 17 стих 1 главы Говорится О том Что Закон Он Произошел Через Моисея Благодать Истина Через Иисуса Христа Пришли На землю То есть Человечество Познало О том Как Им Жить Через Моисея То есть Это Моисея Символизирует Правила Закон По которому Люди Должны Жить Что Символизирует Илья Илья Креститель Еще Один Момент Очень Часто В Библии Имена Которыми Нарекаются Те или Иные Не только персонажи Но и так же Географические места Они несут в себе Очень глубокий Скрытый Смысл Нам нужно Знать Этимологию Слова Для того Чтобы мы Могли Понимать О чем Речь Например Имя Моисей Оно Означает Взятый Из воды А вода Символизирует Слово Божье То есть На протяжении Библии Слово Илья Означает Что Мой Бог ИГВГ То есть Вот эти Четырехбуты Тетраграммофон Который Кто-то Называет Яхова Кто-то Называет Ягова Кто-то Называет Еще Как-то Неважно Суть Это Имя Бога Вот Мой Бог Это Признание Бога Моисей Символизирует Закон Слово Которое Бог сказал Илья Символизирует Признание Этого слова Авторитета Этого Бога И покаяние Перед ним То чем Занимался Ян Он занимался Крещением Покаяния То есть Когда человек Сталкивается С Божьим Законом Сталкивается С определенными заповедями Ну да Вроде как Действительно Правильно Да Действительно Ну вот так вот Надо жить Там Или еще что-либо То есть Это первое Что происходит С любым Совершенным Человеком Он вкушает Божьего закона Когда он Первый раз Слышит Божье слово Я вот тоже говорю Почему Немножечко Все-таки Важна Вот эта Последовательность Что Моисей Здесь Или не Моисей Потому что Это Последовательность Того Как человек Спасается И как он Вообще Узнает Бога Сначала Он Слышит Закон Потом Человек Узнает Свой грех И он Раскаивается Он признает Увторитет Божьего Он признает Что закон Хорош Что все Как бы Действительно Здорово Но он Не может Его Выполнить Ни один Из нас Не может Выполнить Божий Закон Даже Те Кто Очень Стараются И там И папы Римские И так далее Они не могут Полностью На сто процентов Угодить Богу В следовании Закона Особенно Когда Иисус Принес Еще и поправки Скажем так Не поправки А более Развернутые Требования Что вы уже не просто Не должны Прелюбодействовать А вы даже Подумать Не должны Об этом Посмотреть С вожделением Не на свою жену Не на своего мужа И уже Не просто Не убить Человека А даже Плохого Что-то не подумать Назвать Его Как-то Понимаете Потому что Кто уже подумал Он уже Брата убийца Он уже В голове Это совершил Грек То есть Иисус Христос Он на духовном уровне Он настолько Греки Закручивает И показывает О том Что люди Они не могут Никак Это В принципе Человеческая плоть Не способна На то Чтобы удовлетворить Бога на 100% Именно поэтому Обязательно Должно быть Крещение И покаяние Обязательно Должно быть Это вот Раскаивание Отказ От прошлой жизни Понимаете Да Признание Авторитета Бога И тогда Приходит Третий персонаж В жизнь Человека Который Называется Иисус Слово Иисус С еврейского Оно переводится Как Бог спасает Тот же самый ГВГ Спасает Да То есть Приходит Человека Спасение Как это Спасение Происходит Через Христа Евангелие Это Анна 1 глава 18 стих Благодать И истина Пришли Через Иисуса Христа То есть Приходит Та правда Которую Мы называем Евангелием Или Радостной Весью Если мы Переведем Слово Евангелие С греческого На русский Радостная Весь В чем Это Радостная Весь В том Что Бог Человека Спасает Через Тебе Уже Вина А просто Потому Что Ты Признал Авторитет Бога Христос Заплатил За тебя Выкуп Своей Собственной Жизни То есть Вот Собственно Суть Евангелия Человек Он понимает Что он Спасен Не из-за Того Что Он Сделал Что-то Хорошее Перед Богом Он Угодил Соблюл Божий Закон И так Далее Он понимает Что за него Заплачено Святой Кровь Абсолютный Праведник Пострадал За всех Грешников Скажем Так То есть Вот Моисей Илия Иисус Вот Они Втроем Мы Видим В Гефсиманском Саду Введение Вот Они Двое Суть Эти Вот Маслины Которые Стоят Перед Богом Земли Иисус Сам По себе Он Символизирует Это Самый Елей И Это Самое Золото То есть Вот Подсвечник Если Мы Будем Смотреть Он То Что Собственно Наполняет Вот Это Все Дело Это Иисус А Через Кого Он Наполняет Через Закон Божий Через Покаяние То есть Вот Эта Конструкция Она Так Кстати Говоря Очень Много Существует Споров По Поводу Того Что Когда Духом Святым Крестится Человек У него Должен Огонь Над Головой Гореть Суть Правда Правда Действительно Человек Наполняется Елеем Божьим Духом И Символизирует С собой Свечу Которая Должна Светить В миру То есть Это Опять У нас Такой Вот Язык Язык Образов Хорошо Ладно Мы возвращаемся В нашу Одиннадцатую Главу Одиннадцатая Глава Тысячу Двести Сестьдесят Дней Обличены Во Вретище Эти Две Маслины Суть Пророчества Как именно Будет происходить Это пророчество Я не знаю То есть Я не могу Здесь дать Какую-то Четную картинку Возможно Родятся Два Человека То есть В плоти В крови Возможно Это будут Два Учения Которые Будут Пророчествовать Которые Будут Себе Громко Заявлять Как-то На земле Я не знаю Как это Будет Происходить Но Суть В том Что Вот Эти Два Разума Две Личности Я не знаю Как именно Когда они придут Но они придут И они будут Пророчествовать Язычникам На протяжении Вот этого Времени Когда они будут Попирать Святой город И все то Что называется Богом Но это реальные люди Потому что Когда их поднимают На облаках Они же на облаках У тех поднимаются Это реальные люди Может быть Да Может быть То есть Я здесь Не берусь Судить Они лежат на площади Их видят Три с половиной Да Возможно Они убиты Возможно Да Они убиты Вот именно так По плоти А возможно Как бы Это просто Убиты Раскритикованы Или еще как-либо То есть Убиты Как-то Духовный смысл Зверь Вышедший Да То есть Смотрите И реальность И значение Духовной Вот мы сейчас Немножечко Для того Чтобы нам Опять же Каким-то Образом Буквальные События Они имеют Отражение Вернее Как лучше Сказать Те буквальные События Которые происходят На страницах Библии Те которые Описываются Они каким-то Образом Отражают Те события Которые происходят В Духовном Мире Вот Но суть Того К чему Библия Как бы призывает В первую очередь Искать того Что происходит В Духовном Мире Оно Естественно Будет Обладать Какими-то То есть В физическом мире Будут Какие-то Соответствующие Материальные Да В материальном миру Тоже что-то Будет происходить Как это будет происходить Не написано Но написано о том Что произойдет В Духовном мире То есть Вот это вот В Духовном мире Произойдет Отказ Отказ От слова Которое исходит От этих двух От этих двух Маслин То есть Они будут Пророчествовать Но их убьют От них Откажутся Никто не покаяться Вот это вот То что Произойдет В Духовном мире Совершенно четко Нет Покаются Со страпу Когда они Вознесутся На дебюсах Ну да Некоторые покаются Давайте Мы сейчас Продолжим Да Изучать Ну суть в том Что я имею ввиду Когда убивают То есть Это явный Отказ Да Слово Итак Смотрите И когда кончат Они свидетельство Своё Я седьмой стих читаю Одиннадцатый главный Когда кончат Они свидетельство Своё То есть Вот они свидетельствуют Как вы думаете Что они свидетельствуют? Слово Божие Слово Божие Конечно же Они свидетельствуют Зверь Выходящий Из бездны Сразится С ними И победит И убьет Их Вот то есть У нас Вот здесь Опять Дилемма То есть Если это два физических Свидетеля Тогда из моря Должно выйти Чудо Юда И убить их Но однако Я склоняюсь к тому Что мы должны Опять же смотреть Что может скрываться За образами Вот этой вот Бездны Зверя Как он их убьет И так далее Давайте мы немножечко Да Я знаю Это как бы Ад А зверь Это дьявол Просто в мозги Идею того Что их учения Неправильные Бьют И сами люди Поверят Что это неправда Вот этим Он их сразит Может быть Да То есть В этом есть Определенная доля Правды Почему я говорю Доля Потому что У нас эти образы Они раскрываются Прямо в Библии То есть Мы сейчас Просто чуть-чуть Заглянем И будет вообще Все понятно Мы чуть-чуть Вперед забежим Давайте откроем Книгу Откроения Тринадцатую главу Тринадцатая глава Я прочитаю С первой По девятый стих И стал я На песке Морском И увидел Выходящего Из моря Зверя Семью головами И десятью рогами На рогах Его было Десять диодим Диодимы Это такие Венцы Царствия А на головах Его имена Богохульные Зверь Которого Я видел Был подобен Барсу Ноги у него Как у медведя А пасть у него Как пасть у льва И дал ему Дракон Силу свою И престол свой И великую власть И видел я Что одна из голов Его Бы смертельно Была Как бы смертельно Была ранена Но эта смертельная Рана Исцелилась И дивилась Вся земля Следя за дверью И поклонилась Дракону Который дал Власть Зверю И поклонились Зверю Говоря Кто подобен Зверю Сему И кто может Сразиться С ним И даны Были ему Уста Говорящие Гордо И богохульно И дана И дана Ему Власть Действовать 42 месяца 42 месяца Друзья Опять Те же Самые Три с половиной Года 6 стих И отверз он Уста Своей Для хулы На бога Чтобы хулить Ими его И жилища Его И живущих На небе И дано Было ему Вести Войну Со святыми И победить Их Кто такие Святые Друзья Святые Кто вообще В Библии Такие Святые Знаете Вот вы Святые Например Правильные Люди Правильные Люди Правильники Святые Это те Которые Люди Просвящены Божьим Словом То есть Это люди Которые Вкусили Божьим Словом Вот Святые Люди Это Верующие Люди Те Которые Внутри Которых Слово Божье Живет Которое Живое Внутри Ник Вот Они Святые Святость Изначает Отделенность Отделенность От греха То есть В тот момент Когда человек Кается Он Отделяется От греха И хочет Делать Только Справедные Поступки Вот Такие люди Все верующие Все христиане На всех Книгах Нового Завета Называются Святые То есть Это Не Какие-то Такие С нимбами На голове Или еще Это обычные люди Такие же Как мы Которые Крещены Духом Святым Вот Кто Такие Святые Итак Смотрите Что делает Этот Зверь Зверь Ведет Войну С этими Святыми Хулит Бога Хулит Имя Бога Жилища Бога И живущих На небе То есть Уже Тех Кто Там Да И дано Было Ему Вести Войну Со Святыми И победить Их То есть Он Убивает Друзья Святых Он Их Побеждает Он Побеждает Вот этих Вот Маслин Мы Видим Это В 11 Главе Он Побеждает Всех Святых И дана Была Ему Власть Над Всяким Коленом Народом И языком И племен То есть Это Глобальная Штука Это Что-то Такое Что Все Абсолютно Будут Под Его Управлением Восьмой Стих Смотрите Это Его Будет Царство Ну да Ну вы Елена Не забегайте Вперед Сейчас Мы разберемся И поклонятся Ему Все Живущие На земле Которых Имена Не записаны В книге Жизни У Агнца Заклонного От Создания Мира Кто Имеет Ухо Да Слышит Друзья Если Мы Умеем Ухо То Нам Нужно Разобраться Что Это За Зверь И Вот Здесь Один Из Ключиков К Пониманию Книги Откровения Это Книга Даниила Для Того Чтобы Понять Что Это За Зверь Посмотрите Давайте Мы Сначала Назовем Качественные Характеристики Этого Зверя Зверь Выходит Из Моря У Него Семь Голов Десять Рогов Венцы Диодимы На головах Имена Богохульны Дальше Зверь Похож На Барса Медведя Льва И действуют Силы Дракона Дальше У него Чудесное Сцеление Одной Из голов Которая Была Смертельно Ранена Дальше Земля Вся Поклоняется Этому Зверю С ним Думают Люди Что Никто Сразиться Не Может Никак У него Гордый Уста Говорящий Богохульн У него Власть На Три С Половиной Года И Он Ведет Войну Со Святыми И Побеждает Их Теперь Давайте Откроем Книгу Даниила Седьмая Главная И Посмотрим Что Мы Увидим Там Схожего Даниила Седьмая Главная Давайте Я буду Читать Со Второго Стиха Прямо Начав Речь Даниил Сказал Видел Я В Ночном Видении Моем И Вот Четыре Ветра Небесных Боролись На Великом Море Смотрите Опять У нас Море Здесь И Над Этим Морем Борются Четыре Ветра Небесных Слово Ветер И Дух Одно И то же Слово В Библии Пневматов Дух И Ветер Четыре Ветра Небесных Борются На Великом Море И Четыре Больших Зверя Выходят Из Этого Море Не Похожи Один На Другого Третий Стих То есть Смотрите Четыре Духа Над Морем Вот Над Этим Они Формируют Четырех Зверей Из Этого Моря Теперь Смотрите Качественные Характеристики Зверя Зверя Очень Интересные Первый Как Лев У него Крыли Орли И так Далее Это мы Сейчас Пока Не будем Проходить Пятый Стих И Вот Второй Зверь Похожий На Медведя Дальше Шестой Стих Затем Я Видел Вот Еще Зверь Как Барс И Четвертый Зверь Был Страшный Ужасный Там Весьма Сильный С Большими Железными Зубами И Попирал Все Ногами У нас Был Курс Изучения Книги Даниила То есть Это Очень Большая Книга Изобилует Опять же Образами Мы сейчас Не будем Все это Опять Заново Разбирать Но Суть В чем Суть Рассказывается О том Кто такие Звери У нас В 23 И 24 Стихе 7 Глава 23 И 24 Стих Я читаю Об этом он сказал Зверь Четвертый Четвертое царство Будет на земле Отличное от всех царств Который будет пожирать всю землю Попирать и сокрушать ее Слово Зверь Символизирует царство Какое-то царство Или государство 24 Стих А 10 рогов Значит Что из этого царства Восстанут 10 царей И после них Восстанет иной Отличный От прежних Именичижит Трех царей То есть Рога Это символизирует царей Управдители этого царства В нашем контексте Это может быть государство И президенты Зверь У которого 10 голов Или 10 рогов Это Какое-то государство В котором Которое управляется Скажем так Десятью царями Мы когда проходили Книгу Даниила Но опять же Существует несколько Вариантов толкования Они Очень во многом Схожи То есть Суть в том Что Лев Например Это было Халдейское государство То которое Владело Иерусалимом И Израилем На протяжении того времени Персы Да Барс Медийское Государство Медведь Персидское И Греция Страшно ужасный зверь Который Пытался смешаться Как вот огонь Ой Как железо И глина Глина символизирует Всегда и государство Израиля Да Горшечник лепет Из этой глины И вот Греки Они слились С иудеями Но они не могут Никак вместе существовать Потому что Они не могут Как вот Глина С металлом Не может соединиться Точно так же Верующие люди И язычники Они по идее Не могут иметь Ничего общего Тем не менее Для нас сейчас Очень важно Из этой книги Только одно О том что Рок символизирует Сэ А зверь Символизирует Царство И заметьте У того государства У того зверя Которое Описывается В 11 главе Все вот эти Он похож Смотрите Он похож И на льва Он похож И на барса Он похож И на медведя То есть Это какая-то Совокупность Символ Вот этого зверя Совокупность Языческих царств То есть Это какое-то Юнион Это какое-то Объединение Что-то такое Что в себе Вмещает Качественные Характеристики Вот всех Вот этих Языческих Государств В том числе И того времени То есть Это человеческий Символ Человеческого Государства И интересно В том Что это Государство Оно будет Действовать Глобально И будет Иметь Возможность Влиять Вернее Перед ним Преклоняться Абсолютно Все жители Земли То есть Это какое-то Глобальное Государство А выходит Оно из моря А море Символизирует Всегда просто Языческий мир Бездна Море Все это Вот оттуда Помните Как начинается Книга Бытия И дух Божий Носился Над бездну Книга Даниила Седьмая Глава Над этим Морем Носатся Другие Духи Они Формируют Божий Дух Он Формирует Человека Можете Повторить Что Символизирует Море Море Это Суть Языческий Мир Очень Много Очень Если вы Просто Возьмете Будете Держать В голове Формулу Что Море Языческий Мир Это Одно и Тоже Очень Много Что Станет Понятно В пророческих Книгах Море Бездна Это Все Одно и Тоже Это Суть Люди Которые Бога Не Знают То Есть Смесь Языков И так Дальше Все Это Море Из Этого Моря Выходят Такие Государства Этот Зверь Он Выйдет Из Этого Моря Теперь Смотрите Он Ведет Войну Со Святыми Есть Еще Один Интересный Момент Который Тоже Говорит Об этом Зверь О том Что Он Превозносится Выше Бога Хулит Все То Что Называется Богом И ведет Войну Как бы С Божьим Именем И так Далее То есть Это Государство Оно Будет Вести Друзья Активную Атеистическую Пропаганду Выражая Современным Языком То есть Оно Будет Всячески Стараться Все То Что Называется Богом Искоренить Чтобы Этого Больше Не было Понимаете То есть Он Будет Вести Войну С верующими Я так Думаю Что Когда мы Читаем В книге Даниила О том Что он Будет Превозноситься И пытаться Вести Войну Со всем Что Все Что Называется Богом Скорее Все Гонение Будет Не только На христиан Но и На мусульман На иудеи Вообще На все То есть Это Чисто Атеистическое Государство Причем Глобальное И с ним Отрицание Существования Бога Да Просто Отрицание Существования Бога То есть Это Превозношение Себя То есть Зверь Он превозносится Он говорит Богохульно Как у нас В книге Откровения Давайте Мы еще раз Прочитаем Смотрите Что он делает В 13 Главе Сейчас Я вернусь Он Выговорит Гордо Богохульно Хулит Бога И имя Его И жилища Его И живущих На небе И ведет Войну Со святыми И побеждает Их То есть Это Атеистическое Глобальное Государство Которое Будет Вести Войну Со всем Тем Что Богом Называется И оно Держит Победу Над верующими Людьми На 3,5 Война Уничтожит Перестанут Верить Ну Кто-то Перестанет Верить И не будет Уничтожен Да Вот Но верующий То есть Верующий человек Он же не может Перестать Верить Но я имею Такой Правильный Когда гонение То есть Помните Как Иисус Рассказал Притчу О том Что Вырастут терния И семя Некоторое Не прорастет То есть Вроде как Начали верить Но когда Приходит Гонение То многие люди Отказываются И они начинают Действовать Согласно Тому режиму Который Заведен В неверующем Мире Мы это Наблюдали Например Во времена Коммунизма То есть Были конечно же Такие рьяные Верующие Которые И страдали И по лагерям И то все И в миграцию И кто куда Короче Но не отказывались Как бы От убеждений А были те Которые Ну да Ну все Сейчас мы будем Плясать под дуб Коммунистов То же самое Мы видим Например Здесь в Америке Сейчас Вот я вижу То есть Есть верующие Те которые Действительно верят В то что Они читают В Библии А есть те Которые Ну вот то что Им нравится То что совпадает Скажем С мирским Мировоззрением Их устраивает Вполне Да Окей Да Господь Нас всех Любит И благословит А то что Не нравится Что типа Если вы не будете Соблюдать Вот это Это как бы Ну нет Это что то не то Это наверное Пережитки Ну как это Не разводится Ну что У нас это Заведено в культуре Это нормально Ну и всякое Как вы понимаете Верующие эти люди Или нет Бог знает То есть Мы опять же Не судим Не наша Это задача Судить тут ближнего Но суть в том Что не все Не весь Скажем Тот храм Который Спасется Нет Будет Очень большая часть Храма Который будет Топтаться язычниками Понимаете Очень большое Количество людей Все таки Они Они просто Напросто Они не верят Что Вот с этой Вот Огромной Государственной Глобальной Машиной Идеологически Можно как то Бороться Кто способен Сразиться с этим зверем Они будут думать Да это нереально Вы что Весь мир так живет Как так Неужели можно Жить по Библии Если весь мир Живет совершенно По другим законам То есть Вот такие вот мысли Понимаете У людей Хорошо Дракон Давайте мы не будем Долго на этом задерживаться Дракон у нас Символизирует Дьявола То есть Дьявол это Это гордый Человеческий ум Которым Управляет Дьявол Сатана Тот который Противник Бога Который клевещет На братьев И тот который Всегда Старается Установить свои правила И Переврать истину Вот это то чем Занимается дьявол То есть Вот этой вот силой Будет действовать Это государство На три с половиной года Хорошо Теперь смотрите Возвращаемся На нашу Одинскую главу То есть Этот вот зверь Он убивает Сражается с этими Маслинами И убивает их Они закончили Свидетельство Своё То есть Они скажут Всё Что нужно было Сказать людям То есть Евангелие Будут слышать Все Об этом тоже Есть несколько Параллельных ссылок То есть Они должны Сделать свою работу Они полностью высказываются Всё говорят Как бы людям Но потом Это государство Их Убивает Теперь смотрите Ещё один интересный Восьмой стих И трупы их Оставят на улице Великого города Который духовно Называется Содом И Египет Где Господь наш Распят Скажите пожалуйста Где Господь наш Распят В Содоме Или в Египте Ну вот так вот В Иерусалиме В Иерусалиме он распят Да Он распят в Иерусалиме Тогда как же так Неужели Библия врет Содом И Египет написаны Духовный смысл Этого города Потому что Его попирают Рязычники Духовный смысл Этого города То есть смотрите Речь идёт о городе Который Духовно называется Иерусалим Духовно называется Там действительно Распят Господь Духовно он называется Содом Потому что Сейчас там правят Язычники И ещё он Духовно называется Египет Для того чтобы Нам немножечко Понять что Ну это как бы Навряд ли связано С географическими Какими-то Городами Нам нужно просто Напросто Заглянуть в Этимологию слов Тогда мы поймём Что Почему это Является Такими символами Слово Египет Это еврейское Слово Мицраим И оно Обозначает Впадину Какую-то Глубину Трещину Овраг Слово Содом Оно Обозначает Горящий Например Вы знаете Историю Содома и Гамора То есть Содом это Горящий А Гамора Это Потоп Потопление То есть Вот Буквальный Перевод Этих Названий Слово Израиль Означает Борющийся С Богом Тот Кто борется С Богом Постоянно Вроде как Это Враждует Не враждует А Тёрки у них Названия Все эти То есть Смотрите Как объяснить Лучше Есть В Библии Такой символ Он называется Гора На горе Живет Бог Гора Сион Высокая Самая гора Там Живет Бог С которого Он посылает Там людям Различные Мы должны Понимать Что Это не как Гора Олимп С Зевсом Который Там живет Это не Какое-то Географическое Такое Местоположение На котором Мы Можем туда Послать Альпинистов И они Залезут И пообщаются Там с Богом То есть Нет Все это Совершенно Как бы Язык Символов Гора Это Духовная Высота Это Самая Высокая Гора Сиона На которой Живет Бог То есть До этой Духовной Высоты Только Моисей Мог Туда Зайти Для Это Духовная Высота Мицераим Египет Это Духовная Впадина Это Место В котором Верующие Люди Находятся В рабстве То есть Это Там Где Они Становятся Рабы Греха Они Становятся Рабы Они Совершают Из этого Духовной Впадины Из этого Мицераима Исход В землю Обетованную Каждый Из нас Он его Совершает То есть Из этого Рабства Греху Мы Должны Перейти Через Это Крещение Через Наше Черное Море И Идти Туда Куда Нас Ведет Слово Божье Моисей Это Как То Что Касается Содом И Гаморра Это Тоже Никакие Не физические Названия То есть Очень Много Люди Экспедиции Пять Штук Уже Отсылали Только На протяжении Последних Двадцати Лет Пытаются Все Найти Содом И Гаморра Но Содом И Гаморра Это Опять Же Это Образные Выражения Это Место Где Духовно Все Должно Сгореть И Должно Затопиться То есть Это Символ Разврата Государства Которое Отдается Разврат Ну То есть Это Духовные Объекты Понимаете Там Действительно Вот В таком Египте И в таком Содоме Распят Наш Господь Как Именно То есть От Божьего Слова Отказались Вот Что Означает Распятие Когда Наш Господь Иисус Христос Не знаю Что Иисус Христос Равно Божье Слово Понимание Так Ну Вот Эта Формула Как Ключ Общих Пониманий Библии То есть Там Где От Истины Отказались Там Господь Распят Отказались В Египте Духовном Отказались Духовном Содоме Последний Праведник Вышел Содом И Гамора И все Божий Гнев То есть Это все Опять же Вот у нас Такие Вот Образы Того Государства Которое Откажется От Свидетельства От свидетельства Этих Двух Маслин Две Маслины Они свидетельств Божье Слово Отказываются Их Убивают Ведутся Война Со Святыми Государство Атеистическое Там Господь Распят Все Вот Что такое Содом И Гамора И Египет В данном Конкретном Стихе Хорошо Многие Из народов И колен И языков И племен Будут смотреть На трупы Их Три дня С половиной Не позволят Положить Трупы Их В гробы Я пытался Найти Что-либо Касаемо Вот этих Трупов И Трех С половиной Дней Но к сожалению Ничего не нашел То есть Если у вас Будет Что-либо То есть Как именно Будет Происходить Отказ От свидетелей Как будет Их убийство Происходить Это В виде Людей Будет Или Это Будет В виде Уничтожения Доктрин Или еще Как-либо Не знаю Но главное То что Их трупы Оставят На забаву Себе То есть Это будет Какое-то Посмешище Понимаете То есть Смотрите Что люди делают Они Их не кладут В гробы Они Все на них И живущие на земле Будут радоваться Сему И веселиться И пошлют дары Друг другу Потому что Два пророка Сие мучили Живущих на земле Скажите Мучает ли Неверующих людей Божье слово Оно мучает Неверующих людей Верующих Обличает Во грехе Заставляет Что-то делать То что они Не хотят делать Говорит им О том Что они На них придет Какая-то Там Кара Что Бог Рано или поздно Там Сожжет В этом огненном озере И так далее Ну то есть Какие-то вещи Которые они Вообще слышать Не хотят Зачем им это нужно У них Их дела злые Поэтому они Не идут к свету Им это совершенно Не нужно Они мучают Вот эти Верующие люди Мучают Просто-напросто Весь мир Понимаете То есть смотрите Будет всеобщее Ликование Ура У нас наступил Настоящий Атеистический мир Полностью Никакого Бога больше И никаких Больше Проблем связанных С тем Что С чувством вины И так далее Там Как хотим Так и живем И дальше У нас происходят Те события Когда Эти двое Воскресают Встают на свои ноги Возносятся на облаке То есть Они повторяют Те же самые действия Которые Сам Иисус Да То есть Он воскрес На облаке Был поднят Они все это Дело повторяют И потом Наступает Большое землетрясение И наступает Кара Которая называется Второе горе Десятая часть города Падает И семь тысяч Имен человеческих Как бы уничтожаются Опять же Цифра семь Скорее всего Здесь символизирует Опять же Символ какой-то Полноты Чего-то такого Вот Ну то есть Навряд ли Вот ровно семь тысяч То есть Я всегда Когда я вижу В Библии Цифру семь Только во второй очереди Я думаю о том Что это Что-либо связанное Непосредственно С числом Скорее всего Это какой-то Символ полноты Светильник Семь свечек Семь дней Творения Семь церквей Семь духов божьих На землю И так далее И так далее И так далее И мы знаем Еще один момент Бог оставляет Себе избран Остаток Тоже там Семь тысяч человек Что-то такое Ну то есть Цифра семян У нас много где встречается Тысячи Это Ну опять же Мы уже с Еленой Спорили над тем Тысячи Это символ Чего-то такого Невероятно большого Какое-то очень большое число То есть Семь умноженное На что-то большое Больше тысячи Практически Не встречается Слово То есть Там нету Миллионов Каких-то Или еще что-либо В Библии И когда говорится Например Тысяча начальник То речь идет Ну в данном Контексте Это люди погибнут Это связано с горести Вот этим старым горем Да? Ну да Да С землетрясением Где действительно Много погибло Не обязательно Действительно с тем Да То есть Много погибнет То есть Будут проблемы То есть Людей Понимаете? Вот И вот смотрите Здесь есть один Очень интересный момент В тринадцатом стихе Который Ну как бы Он вообще Выбивается Просто-напросто Из контекста Всех горестей И всего того Как люди себя ведут Здесь смотрите Вот эти семь тысяч человек Они погибли То есть Я скорее всего Это символизирует Полноту Всех тех людей Которые должны погибнуть А другие То есть Те, которые Не входят Вот в это Множество Семи тысяч Другие люди Они смотрите Чудёры И прочие Объяты были страхом И воздали Славу Славу Богу Небесному То есть Это какое-то Символ покаяния Друзья То есть Определенное Количество людей Они все-таки Воздают славу Спасутся они Или не спасутся Вот здесь У нас Точно не написано Ну как бы Зная общую картинку Того Как Бог наказывает И спасает Обычно Тех Которые Славу Ему Сдают Они все-таки Считаются Спасенными Достаточно Достаточно Признания То есть Для Бога Для спасения Человеческой души Достаточно Признания Просто-напросто Смотрите В этом убеждаемся Что Господь Спасает И в этом моменте Да И до седьмой трубы Вот она сейчас В первом горе И во втором горе Когда такие мировые катаклизмы Господь продолжает спасать Да Господь продолжает спасать Ну то есть У Бога Как бы всегда план один То есть Он не хочет Чтобы Ни одна душа Которая может Спастись Не спаслась Поэтому у людей До последнего Всегда есть шанс Нет Я знаете как Я думала Вот гнев Божий Ну как раньше Я думала Вот гнев Божий Все Беги кто может Уже спасения нет А когда я уже изучаю Вот эти вот печати Вот потихонечку Мы проходим Печати Трубы Потом будут чаши Да Ты видишь Ты видишь свидетельство О том Что и печать Это горе Потому что После шестой печати Мы уже видим Да Уже пошли проблемы Там был там Что гнев Божий Гнев Агнца Вот Трубы Это тоже горе Мы видим Беза Второе горе На этот Победе То есть Я думала Что там месту Нет спасения Получается Что до последнего До последнего У людей будет То есть Смотрите Люди сами откажутся От Бога Никогда не будет такого Что у кого-то Не будет шанса У каждого человека Кто может спастись До последнего Будет шанс Бог всегда ожидает В тот момент Когда он наказывает Кого-либо Он ожидает Этого покоения Но не все Спасуются Это наказание Для того Чтобы он боялся Он страшил И покаялся Это уже как крайний Ну да А вот А скажите Вадим А вот На сути Мне кажется Это уже полно Но там хоть и все Будут Уверуют сразу От страха Но уже будет полно Да? Так вот На самом деле Вот Сам суд Вы имеете ввиду Вот То что мы читали В последних главах Когда все книги Открыты И каждый судится По делам Это уже все Там нет уже спасения Там уже полно Там все уверуют Сразу Но уже полно Да Да То есть Иначе вера Не была бы верой Потому что Когда ты уже Знаешь истину То что тебе верить А мы знаем Что человек Только верой спасается То есть В принципе Спасение невозможно Когда приходит знание То есть Верой спасения Будем А там уже Знаем Да То есть Знанием Обличается Полностью Суд Происходит Когда Я стала Лучше Понимать Помните В 22 главе Говорит О том Чтобы Воды Жизнь Брали Даров Но никак Он у меня Не вкладывался А когда Уже Когда В момент Суда Это Изучили Поподробнее Когда Мне уже Открылось Что Вот Именно Почему Это стало Что Вот Сейчас Берем Потом Будет Доброе Да Мы вот Для этого Собираемся Чтобы Такие Вот Моменты Все Разбирать И изучать Собще Смотреть То есть Где Что То есть Очень Много Времени Уходит Например Даже Вот Элементарно Если Ты Не знаешь Тот же Самый Символ Этой Воды Что Это Символизирует Ты Уже Не Можешь Понять Что За Воду Жизнь Бери Даром То есть Это Совершенно Становится Тебе Непонятным И в итоге Это все Выливается В православную Продажу Святой Воды Понимаете То есть Очень важно А так Понимаешь Слово Божье А так Ты Понимаешь Слово Божье Вот Она Вот Она Бери Даром И Спасайся То есть Это Как Бы Уже Становится Понятно Очевидно Ну Хорошо Мы Сейчас Уже Будем Заканчивать Давайте Мы Дочитаем Что У нас Там Происходит Дальше Значит Второе Горе Прошло Идет Третье Горе И Седьмой Ангел Струбил Вы помните Да Что Ангелы Они По очереди Трубят И Происходят Различные Караклизмы И Раздались На небе Громкие Голоса Говорящие Царство Мира Соделалось Царством Господа Нашего И Христа Его И будет Царствовать Во веки Веков То есть Седьмая Последняя Труба Она Заканчивает Вот Это Заявление Истины О себе Самой То есть В конце Концов Истина Становится Во всей Такой Настоящий Царь Что Истина Должна Управлять Мира И Будет Царствовать Во веки Веков И 24 Старца Сидящие Перед Богом На престолах Своих Пали на лице Своей Поклонились Богу Говоря Благодарим Тебя Господи Боже Вседержитель Который Есть И Был И Грядешь Что Ты Принял Силу Твою Великую И Царился То есть Вот В этот Истина Набирает Полную Силу То есть Она Полноценно Заявила О себе Через Эти Семь Круп И Воцарилась То есть Теперь Иисус Христос Царь Все Начиная С этого Момента И Смотрите 18 Что Происходит После Того Как Люди Которые Не Приняли Истину Когда Они Узнают Что Истина На самом Деле Управляет Миром Ложь Не может Управлять Миром Это вообще Нонсенс Попробуйте В физике Внести Какой-нибудь Левый Закон По которому Должны Двигаться Частицы Ложный Закон Никогда Этого Не будет Эти частицы Двигаться Не будут А вот Люди Они могут Сейчас Управляться Ложью Ложными Какими-то Законами Правилами И так Далее Вот Все Язычники Которые Отказались И так Далее Когда Они Видят Вот это Пришествие Истины Пришествие Иисуса Христа Как бы Во всей Своей Красе Их Реакция И Рассверепели Язычники Понимаете То есть Язычники Они начинают Как бы Активно Сопротивляться И Именно В этот Момент Начинается Суд И Пришел Гнев Твой И Время Судить Мертвых И Дать Возмездие Рабам Твоим Пророкам И Святым И Боящимся Имени То есть Суд Начинается С одной Стороны Те люди Которые Верой Были Спасены Те люди Которые Совершали Дела Веры Те Которые Свидетельствовали Божье Слово И так Дали Слушались Боялись Имени Господа И так Дали Они Получают Прославление Другие Получают Погибель И Осуждение Те Которые Губили Землю 19 Стих Отверстие Храм Божий На небе И явился Ковчег Завета Его В храме Его И Произошли Молния Голоса И гром И землетрясение И великий Град То есть Вот это Божье Слово Божий Ковчег Завета Его Закон Открывается Храм Божий И все Это Выливается Так Сказать На всю Землю То есть Здесь Ассоциация Идет Такая Что Это Такое Сильное Потрясение Как Молния Как Гром Землетрясение Град И так Далее То есть Это Связано И с Наказанием То есть Это Символ Божьего Суда То есть Ковчег Завета Это Нечто Такое Вы знаете Что такое Ковчег Завета И что Там Находилось В этом Ковчеге Завета Это То Где Находится Божий Закон То Где Находится Символ Завета Человека С Богом Это То Где Находится Посох А посох Символизирует Разум Священника Разум Человека Такой Божий Расцвет От того Что он Расцвел От послушания И там Символизирует Есть еще В Ковчеге Завета Манна То есть Духовная Пища То есть Опять же Божье Слово То Что нас Кормит То Что нас Питает То есть Вот это Все То Что в Ковчеге Завета Рожит Опять же Образы Образы Конечно же Были Наверняка В Израиле Какие-то Физические События Объекты Которые Являются Прототипом К этим Духовным Мы знаем Что настоящий Ковчег Завета Он находится На небе В духовном Незримом Абсолютном Месте И там Находится Божье Слово И завет Бога С человеком И его Вся слава То есть Вот эта Истина Открывается И показывается Начинается Божий Слово То есть Вот Наверное У нас Кончается Одиннадцатая Глава